Димексид гель Димексид гель Изосорбидодинитрат Изосорбидодинитрат – периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные сосуды. Внутривенное введение изосорбидодинитрата снижает нагрузку на сердце, способствует регрессии симптомов при отеке легких, уменьшает зону повреждения миокарда. В отличие от нитроглицерина, растворы изосорбидодинитрата устойчивы к воздействию света, не требуют экранирования светонепроницаемыми материалами, совместимы с основными инфузионными растворами. Выраженное снижение артериального давления при лечении изосорбидодинитратом наблюдается менее чем в одном на 10 тысяч случаев применения. В Российской Федерации изосорбидодинитрат для внутривенного введения представлен торговыми марками Денисорб, Изокардин и Закет. Изосорбидодинитрат для внутривенного введения – средство первого выбора при острой левожелудочковой недостаточности, инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии. Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил. Теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент. Новый формат, новые возможности. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья и замечательные соратники. Мы вновь встречаемся сегодня с вами в эфире на привычной уже платформе. И сегодня мы вместе с Ольгой Васильевной Сироткиной, с нашим замечательным профессором кафедры лабораторной медицины и генетики, будем говорить о теме, которая широко освещается, часто вспоминается, но от этого не теряет своей актуальности, не теряет значимости. Это вопрос нарушений в системе свертывания крови при коронавирусной инфекции. И речь пойдет и о патофизиологических и фундаментальных вопросах, патофизиологических механизмах. И, конечно, о коррекции нарушений, которые позволяют пациентам быстрее поправляться и выздоравливать. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы с вами живем последний год в интересное время, в сложное, но интересное время. Давайте немножечко сделаем экскурс в биологию и посмотрим, что же такое коронавирус. Генетическое разнообразие коронавирусов велико. И природным резервуаром коронавирусной инфекции, как правило, являются летучие мыши и грызуны. До передачи человеку нужен промежуточный хозяин. И мы знаем, что для ряда вирусов этот промежуточный хозяин определен. Коронавирусы вызывают многочисленные заболевания животных и человека. Какие-то проходят в легкой форме, а какие-то вызывают тяжелую патологию. Например, хорошо нам уже известный SARS-CoV, атипичная пневмония, тяжелый острый респираторный синдром. Природным резервуаром были летучие мыши, промежуточным хозяином Цветта. Или МИАРС-CoV, ближневосточный респираторный синдром, промежуточным хозяином, для которого выступал верблюд. Есть коронавирусы домашних животных, кошек, которые вызывают тяжелые заболевания у кошек. Но большая часть коронавирусов, которые есть у животных, человеку все-таки не передается. Филогенетическое дерево подсемейства коронавирусов состоит из нескольких групп. Коронавирус, который вызвал пандемию COVID-19, SARS-CoV-2, относится к подгруппе 2B, подсемейство коронавирусов, и это подгруппа бета-коронавирусов. Как пример, МИАРС-CoV относится также к бета-коронавирусам, но подгруппа 2С. Что же является мишенью для коронавируса и как произошла передача из природного резервуара к человеку, что послужило пусковым механизмом к такой патогенности вируса. Эти вопросы сейчас активно изучаются. Промежуточный хозяин для SARS-CoV-2 в настоящее время неизвестен. Предполагается, что это может быть даже домашнее животное или грызуны. Коронавирусы подобные SARS-CoV-2 могут связываться с рецептором аденозин превращающего... Как с рецептором на поверхности клеток могут связываться с аденозин превращающим ферментом второго типа. Причем у животных тоже происходит связывание с подобным ферментом. И как раз у человека мишенью для SARS-CoV-2 является именно рецептор АПФ. Причем расположенный на поверхности клеток ресничатого эпителия и пневмоцитов второго типа. Необходимо различать название самого вируса SARS-CoV-2 и болезнь, которую он вызывает COVID-19. Также следует обратить внимание, что мишень, то есть ангиотетит, превращающий фермент второго типа, может находиться на поверхности ресничатого эпителия не только легких, что выступает ключевым органом, который поражается при COVID-19. Но и другие органы могут поражаться у человека, особенно у пожилых пациентов, и у пациентов с какой-то сопутствующей патологией, коморбидной патологией, могут поражаться и другие органы. Но мы каждый день получаем все новые и новые издания о патогенезе этого заболевания и о тех осложнениях, которые могут возникнуть у пациентов инфицированных SARS-CoV-2. Пути передачи SARS-CoV-2 тоже хорошо известны. И именно основные пути передачи потребовали от нас тех мер, как маски, обработка рук, поверхностей. SARS-CoV-2 передается преимущественно воздушно-капельным путем при прямом контакте, при контакте с поверхностью зараженной, загрязненной биологическим материалом инфицированного человека. И, в общем-то, если мы посмотрим на эту схему, то становится понятно, что единственный путь, которым SARS-CoV-2 не передается, это трансмиссивный путь, а все остальные пути передачи вирусной инфекции характерны для данной коронавирусной инфекции. По данным на 1 апреля 2021 года во всем мире заразилось почти 130 миллионов человек. Из них заболевание закончилось летальным исходом почти для 3 миллионов, что составило чуть больше 2% умерших и, соответственно, почти 98% пациентов выздоровели. Теперь давайте посмотрим на клиническую составляющую. По степени тяжести, по клиническим проявлениям в результате наблюдения за пациентами было выделено несколько степеней тяжести течения заболевания. Это легкое течение с невысокой температурой, с какими-то явлениями острого респираторного заболевания. И по мере нарастания тяжести течения выделялось средне-тяжелое течение, сохраняющейся лихорадкой более 38, присоединялось учащенное дыхание и чувство нехватки воздуха, дышка при физических нагрузках. Появлялись объективные признаки, выявляемые с помощью визуализирующих исследований, снижение насыщения гемоглобина кислородом и проявление воспалительных реакций в лабораторных показателях. Тяжелое течение характеризуется нарастанием дыхательной недостаточности. В первую очередь, нарастанием дыхательной недостаточности, нарастанием изменений в легких при компьютерной томографии, с соответствующей картиной, которую описывают специалисты. Из лабораторных показателей мы видим увеличение такого неблагоприятного прогностического признака, как возрастание лактата артериальной крови, набор баллов по шкале СОФа, ну и, конечно, крайне тяжелое течение, которое, к сожалению, подчас приводит к неблагоприятному летальному исходу. Если посмотреть, как распределяются эти случаи тяжести, по степени тяжести среди всех заболевших, то все-таки более 80% или около 80% людей переносят заболевание относительно легко. Есть совсем легкое течение или даже незаметное бывает, так называемое бессимптомное течение, и вы наблюдаете все это среди своих родных, среди своих знакомых. И, конечно, тот вроде бы небольшой процент, который болеет тяжело или крайне тяжело, несомненно, это все равно очень такая большая нагрузка на здравоохранение, это большая психологическая нагрузка на население, и это ситуация, которая заставляет принимать такие тяжелые и сложные для населения противоэпидемические меры. Уже с самого начала пандемии в первых публикациях, описаниях китайских коллег стало понятно, что при коронавирусной инфекции не все хорошо с сосудистой системой и с системой свертывания крови. Появились клинические проявления, стали наблюдаться клинические проявления тромботических осложнений, причем возникающих в самых разных отделах сосудистой системы. Это и эмболии, венозные эмболии, и тромбоэмболии легочной артерии с инфорцированием легочной ткани. Причем в легочной системе в малом круге кровообращения проявляется микротромбообразование, не только массивные тромботические массы в больших легочных артериях. Это мозговые нарушения в системе церебровоскулярной, транзиторной ишемической атаки, нарушения мозгового кровообращения, которые могут сопровождаться не только ишемическими событиями, но и внутричерепными кровоизлияниями, и вокруг переинфарктной зоны, и иногда самостоятельно. Это тяжелейшая ишемия кишечника, тромбозы таких необычных локализаций, как тромбозы воротных вен, и с поражением печени, некроз печеночной ткани, кардиальные осложнения, и даже поражение периферических артерий с явлениями псевдообморожения и клиническими проявлениями, чем-то похожими на антифосфолипидный синдром и на катастрофический антифосфолипидный синдром. Конечно, тяжелым таким временем COVID-19 ложится в виде острых кардиоваскулярных нарушений, которые проявляются как в результате тромботических событий, острые коронарные синдромы или тромбоэмболические осложнения, так и в виде осложнений, свойственных заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в виде нарушений сердечного ритма, проявлений сердечной недостаточности. Нередко появляется гидроперикард и даже с возможным вариантом тампонады, острое повреждение миокарда. И на КТ ангиографии видят вот эти страшные картины закрытого легочного кровотока, который не позволяет правильно осуществлять вентиляционно-перфузионные соотношения. Попадая в организм, вирус проделывает определенный путь, определенные патофизиологические механизмы вовлекаются. И мы очень много говорили и говорим и понимаем о цитокиновом шторме. Мы говорим о том, что повреждается эндотелий на значительном протяжении. И именно это повреждение эндотелия может быть основой ковид, ассоциированной к ауглопатии. У нас выделяются определенные группы риска. И вы знаете, что пожилые люди и люди с высоким индексом массы тела, с сопутствующей патологией входят в эти группы риска. И более тяжелым течением и с более тяжелыми исходами болеют коронавирусной инфекцией. Кроме того, сама госпитализация является дополнительным фактором риска. И аномнистические данные, перенесенные ранее, сосудистые события, конечно, это все должно учитываться. Но в целом мы приходим к пониманию вот этой ковид-ассоциированной к ауглопатии. В механизмы, которые вовлекаются как естественные антикоагулянты, так и прокоагулянтные компоненты. И вполне закономерным, логичным выводом из этого понимания является назначение антикоагулянтной терапии. В целом, можно сказать, что инфекция и новая по сути своей, и она не очень понятная до настоящего времени именно с позиции индивидуальной реакции организма на попадание и репликацию вируса. Почему кто-то болеет очень легко? Почему в семье все болеют, а один человек не болеет? Это может быть ребенок, а это может быть и взрослый человек, ухаживающий за остальными. Конечно, как-то проявляющий осторожность, но тем не менее в одном помещении очень сложно уберечься от попадания вируса. Вирус, несомненно, попадает этому человеку в организм, но болезнь не состоится. Более того, те люди, у которых вирус попал в организм, некоторые не дают клинической картины, но в последующем обнаруживают высокую концентрацию выработавшихся антител, а иные остаются и без болезни, и без антител. И что за механизмы работают? Какой клеточный иммунитет или что-то еще иное? До настоящего времени пока этот вопрос остается неясным. А ясно то, что в процессе размножения вот этой репликации вируса в организме, после его попадания в легочную ткань, задействовано очень, вовлекаются большое количество патофизиологических звеньев, в цепочке формируются событий, которые могут вне вот этой инфекции проявляться при разных, или быть вовлеченными при самых разных заболеваниях. По-видимому, отсюда и такая яркая клиническая и многообразная клиническая картина. Речь идет и об активации системы комплимента, и о лизисе и повреждении клеток с развитием цитокинового шторма, появлением большого количества провоспалительных цитокинов. Формируются внеклеточные нейтрофильные ловушки. Вот они здесь внизу, такими хвостиками нарисованы возле нейтрофила. И, собственно, о внеклеточных ловушках мы ведь давно стали говорить и описывать их совершенно не в связи с коронавирусной инфекцией, но оказалось, что именно здесь вот эти НЭЦ, они проявляются очень ярко и имеют значение во всех последующих событиях негативных для сосудистой стенки и для системы свертывания крови. На этом фоне идет высвобождение тканевого фактора, и по уже физиологическому пути, но с патологической активностью, с патологической скоростью, с патологическим возмущением происходит генерация тромбина. Там, где появился тромбин, там появится фибрин. И этот фибрин очень активно откладывается в микроциркуляторном русле. Одновременно происходит супрессия фибринолиза, подавление тромбоэлитических свойств. И вот какую картину мы видим в легочном, альвеолярно-капиллярной вот этой структуре легких. Вы видите на одной половине обычную физиологическую составляющую и ресничные петели, и клеточки, выстилающие альвеолы, и клетки, выстилающие сосудистую стенку. И вот этот бесслой клеток от одной структуры, от другой структуры, они позволяют свободно перемещаться к кислороду, осуществлять захват и транспорт кислорода эритроцитами, и все идет благополучно. Что при коронавирусной инфекции? Вы видите, что легкие попадают в фибриновый плен. То есть закрывается сосудистое русло, события начинаются внутри альвеол, но в дальнейшем они распространяются в сосудистое русло. И вот этот фибриновый плен, в котором оказывается легочная ткань, или альвеолы оказываются в фибриновом плене, именно он не позволяет легким дышать нормально, развивается явление дыхательной недостаточности. Здесь же подключается все-таки фибринолитическая система, и нити, образующиеся нити фибрина, разрушаются, формируя додимер. Причем додимер этот формируется, вы видите, не только внутри сосудистого русла, но формируется и за счет лизиса внутри альвеолярных отложений фибрина. И это подтверждает и прежнее наше понимание, что не только внутрисосудистый, но и экстравазальный фибрин является источником додимера. И посему додимер появляется там, где идет воспалительный процесс, где идет активное фибринное образование. Ну вот, собственно, патогенез ковид-ассоциированный к углопатии на этой красивой картинке тоже представлен. И вы тоже видите вот этот вот ворсенчатый эпителий, вы видите попавший коронавирус, и начинающий творить свое злое дело с разрушением гиалиновой мембраны и так далее, попадание в кровь, цитокиновый шторм и в конечном итоге фибринное образование. Вот еще раз демонстрируется, как медуза со щупальцами, вот этот вот нейтрофил и нейтрофильные экстрацеллюлярные сети, НЭЦ, собственно, и что и определяет развитие клинической картины. Первое время после начала пандемии нам казалась вся ситуация достаточно понятной и простой. Вирус, коронавирус считает это вирус гриппа, а коглопатия считает острый синдром диссеминированного трисосовистого свертывания. Но дальнейшие наблюдения показали, что это совсем не так, что коронавирус у него свои возможности и свои механизмы, что коглопатия при COVID-19 не имеет такого механизма ярко выраженного потребления, который мы видим при остром синдроме диссеминированного трисосовистого свертывания. И поэтому и тромбоциты, и скрининговые лабораторные клотинговые тесты, а ЧТВ про тромбиновое время ведут себя по-другому. Количество тромбоцитов не снижается столь критично, а фибриноген вообще не имеет тенденцию к потреблению, а только повышается как белок, острые фазы воспаления. Мы увидели, что геморрагические проявления редки, а микротромбообразования распространены и появляются по нарастающей в микроциркуляторном русле, особенно в легких, и в менее выраженная при этом полиорганная недостаточность. Сепсис индуцированная коглопатия, занимая промежуточную позицию, тоже отличается от коглопатии при коронавирусной инфекции. Но уже также с первых месяцев развития этой эпидемии обратили внимание в Китае, в первую очередь, конечно, там, где началась эпидемия, где она прогрессировала поначалу очень бурно. Было обращено внимание, что из лабораторных показателей вполне определенным образом и вполне закономерно ведет себя додимер. И додимер как продукт деградации перекрестно-шитого фибрина. Вы видите вот эту цепочку формирования додимера. Здесь вот молекулы фибриногена через фибринмономер с последующей полимеризацией и стабилизацией фактором 13, появление перекрестно-шитого фибрина. И действия на него фибринолитического самого активного протеолитического фермента плазмина дают нам появление связанных попарно прочными очень связями фрагментов Д, которые мы и измеряем. И научились мы измерять их давно, уже там с 90-х годов или с конца 80-х годов прошлого века. Но за это 30-летие знакомства с додимером уже в клинической практике мы накопили большой опыт оценки этого лабораторного показателя. Мы знаем, что существует масса клинических ситуаций, при которых он повышается. И не всегда он является критерием количественной характеристики патологического процесса. И не всегда он является критерием диагностики тромбоэмболических событий. Но как же относиться к додимеру при коронавирусной инфекции, вот об этом мы с вами будем дальше говорить много. Уже в публикациях на небольшом количестве пациентов были исследованы различные параметры показателей коаглограммы, коагуляционной, фибринолитической активности. И вы видите здесь самые простые показатели в зависимости от степени тяжести. Легкое течение, тяжелое или критическое течение. И измеренное и оцененное протромбиновое время, международное нормализованное отношение, АЧТВ, уровень фибриногена, тромбиновое время и количество тромбоцитов демонстрируют достоверные отличия в разных группах. Но ни один из этих параметров не ведет себя так ярко, так демонстративно, как делает этот додимер. Вы посмотрите додимер при легком течении, при тяжелом и при критическом течении. В этой же группе больных был проанализирован опыт и при разделении пациентов на тех, кто перенес тромботические события, и тех, у кого не было тромботических событий. И опять из всех показателей, несмотря на то, что некоторые из них достоверно изменялись, удлинялась, протромбиновое время, повышалось международное нормализованное отношение, увеличивался фибриноген, ярче всех проявил себя именно додимер. То же самое можно сказать и при сравнении пациентов, которые выжили, и пациентов, которые умерли. Наибольшие отличия в этих группах были обнаружены при измерении уровня додимера. В последующем удалось даже определить точку отсечения, вот это КТО в значении, в 2 микрограммы на миллилитр, в измеренных фибриногеновых единицах, которые при госпитализации, и будучи измеренным при госпитализации, является предиктором внутригоспитальной летальности. То есть если пациент поступает, и у него уровень додимера больше 2 микрограммов на миллилитр, к этому пациенту должно быть повышенное внимание, должны приниматься все меры, потому что меры к его излечению, поддержке витальных функций, потому что он опасен по прогнозу смерти в этот госпитальный период. Причем вы видите, что это рок-кривая с очень хорошими характеристиками. Площадь под кривой 0,89. Достаточно высокая чувствительность, приемлемая специфичность, и несомненно на этот параметр нужно обращать внимание. Поэтому он включен в многие рекомендации, и в рекомендации, в том числе российские, на этапе госпитализации, уже с первого момента госпитализации. Надо сказать, что в процессе госпитализации, в процессе нахождения в стационаре, концентрация додимера нарастает. Она выходит на плато примерно на 10-й день, и это соответствует течению заболевания. Конечно, пиковые концентрации додимера показывают более высокие значения, если у пациента развиваются венозные тромбоэмболические осложнения или исход неблагоприятной заболевания. И вот эта оценка медианы и скорости повышения додимера за первые 10 дней госпитализации были полезны в том числе и в диагностике венозных тромбоэмболических осложнений. Эти знания, это понимание также было основой для того, чтобы включить на разных сроках измерение додимера в процессе госпитализации пациентов. Надо сказать, что здесь вот такая мелкая табличка, и может быть, не нужно вглядываться во все эти цифры, но можно увидеть, что тромбоэмболические осложнения в сравнении с отсутствием таковых ярко проявились и в лабораторных параметрах, но не скрининговых. А вы видите, здесь для каждого параметра дано исследование при поступлении, минимальное значение и пиковое значение. И, конечно, кроме додимера здесь работает на всех этапах, но здесь есть и достаточно хорошие характеристики для фибриногена, циреактивного белка, уровня ферритина, прокальцитонина. Не все эти параметры, далеко не все эти параметры являются критериями разделения или показывают достоверное отличие группы лиц с кровотечениями и без кровотечений. Ну вот, небольшой опыт, данный там большой опыт, конечно, в Боткинской больнице, Санкт-Петербургом. Мы благодарны очень сотрудникам лаборатории, предоставившим эти данные. Они еще находятся, конечно, в обработке, их нужно осмысливать. Мы пока их используем такой образовательной целью, но тем не менее, посмотрите, собственно, подтверждают и наши локальные данные то, что додимер демонстрирует повышение у пациентов с коронавирусной инфекцией наряду с повышением фибриногена, С-реактивного белка и прокальцитонина. Понимание патофизиологических механизмов действия коронавирусной инфекции на систему гемостаза крайне важно и для, безусловно, профилактики и лечения осложнений, в том числе тромбоэмболических осложнений и поиск новых возможных лабораторных маркеров это тоже большая задача, которая ведется параллельно в научных лабораториях и анализируется наблюдение клинические. Если мы посмотрим на схему активации системы гемостаза, на инициацию тромбообразования, формирование тромба, разрушение тромба, то очень хорошо видно, что вовлечение клеток крови в процесс тромбообразования сопровождается их активацией и сопровождается образованием микровизикул. Это вот серые такие, да, частицы, которые показывают образование микровизикул. Микровизикулы, внеклеточные микровизикулы, такие капельки, мембранные образования, которые несут на своей поверхности весь рецепторный аппарат клеток, от которых они сформировались, могут служить переносчиками информации, переносчиками активных молекул, которые, попадая в другие клетки, соединяясь либо с помощью рецепторного аппарата, либо посредством эндецитоза, могут передавать этот сигнал, активировать другие клетки, вовлекать другие клетки в процессы и воспаления, и тромбообразования, и процессы микровизикуляции сейчас рассматриваются как очень важный механизм формирования противовоспалительного ответа, и микровизикулы рассматриваются как важными участниками процессов поражения эндотелия и развития тромбоэмболических осложнений, точно так же, как и другие действующие лица системы гемостаза. Микровизикулы образуются всеми клетками крови, но, конечно, основной, скажем так, поставщик микровизикул в сосудистом русле это тромбоциты. Тромбоциты активируются, тромбоциты участвуют в гемостазе, и при их активации происходит отделение микровизикул. Конечно, активация тромбоцитов происходит и при развитии коглопатии на фоне коронавирусной инфекции. Те провоспалительные и прокоагулянтные агенты, которые попадают в кровоток в результате цитокинового шторма, естественно, активируют тромбоциты. В свою очередь, тромбоциты сами вырабатывают и цитокины, и различные факторы, активирующие другие клетки. Активированные тромбоциты могут образовывать агрегаты с моноцитами, другими клетками крови. И в результате этих процессов отделять микровизикулы и экзосомы и передавать активационный сигнал к другим клеткам. Очень хорошо видны процессы визикуляции тромбоцитов на такой модели, как тромбоконцентрат. И мы можем визуализировать процесс образования визикул, доказать это не только нашими предположениями, как показано на предыдущих схемах, но увидеть с помощью сканирующей электронной микроскопии низкого напряжения. Вы видите модель нативных клеток. Это концентрат тромбоцитов, полученный на станции переливания крови. На второй день только отдельные клетки активированы. И даже на образовавшихся псевдоподиях еще не видно образование микровизикул. А вот на седьмой день хранения тромбоконцентрата, когда большинство клеток уже активировалось просто в результате хранения, просто потому, что прошло время с того момента, как их вынули из сосудистого русла, очень хорошо и наглядно видно образование микровизикул на терминальной части псевдоподии. Мы видим вот такие вот капельки. И микровизикулы исследуются довольно давно. Это достаточно такая популярная сейчас в научной сфере популярная в научной сфере объекта исследования. Очень большие перспективы о оценке количества микровизикул различного клеточного происхождения с точки зрения развития широкого спектра заболеваний, среди которых и сердечно-сосудистые, и онкологические, и, конечно же, тромбоэмболические осложнения и нарушения системы свертывания крови. У нас были собственные исследования и наблюдения совместно с коллегами из университета имени Мечникова пациентов с COVID-19. Исследование небольшое, пилотное. У нас вошло 18 пациентов с COVID-19 и контрольная группа 12 человек здоровых добровольцев без признаков респираторного заболевания вирусного, без сердечно-сосудистых и тромбоэмболических эпизодов в анамнезе. Всем пациентам и лицам контрольной группы был выполнен клинический анализ крови и измерено количество внеклеточных микровизикул на проточном цитометре различного клеточного происхождения. Анализировались тромбоцитарные микровизикулы, ликоцитарные и эритроцитарные. Кроме того, пациентам с COVID-19, конечно, были выполнены исследования маркеров активации гемостаза, провоспалительных маркеров и маркеров повреждения ткани. Был проанализирован уровень фипериногена, дедимера, цириактивного белка, ферритина, интерлекина-6 и лактатогидрогеназы. Надо сказать, что это группа пациентов, это были не тяжелые пациенты. Было выявлено по данным компьютерной томографии у большинства поражений легких второй степени и, соответственно, несколько пациентов имели поражение третьей, четвертой, поражение легких третьей, четвертой степени. И в период нахождения в стационаре у этих пациентов не было выявлено развитие тромбоэмболических осложнений. Это, на самом деле, очень интересная группа, потому что с точки зрения рутинных лабораторных тестов, техобследований, которыми были сделаны, риск развития тромбоэмболических осложнений у них был невысокий. Достаточно характерная картина клинического анализа крови у пациентов с COVID-19 увеличение уровня нейтрофилов, некоторое снижение, но достоверное снижение количества тромбоцитов. Маркеры воспаления и повреждения тканей у пациентов с COVID-19 были повышены, превышали референтные интервалы в несколько раз, иногда это были даже десятки раз, но мы не увидели, и это тоже закономерно, у них не было повышения уровня дэдимера, дэдимер находился в пределах референтного интервала, и учитывая все, что было сказано к предыдущим слайдам Татьяны Владимировны, это логичное наблюдение, пациенты не тяжелые, и соответственно, критичного повышения уровня дэдимера у них не наблюдалось. Значит ли это, что у них не наблюдалось активации системы свертывания крови? Мы посмотрели количество микровизикул, вы можете видеть характерные цитограммы, которые сильно отличаются у пациента с коронавирусной инфекцией и индивидуумов контрольной группы. Общее количество внеклеточных микрочастиц достоверно выше у пациентов с COVID-19 по сравнению с лицами контрольной группы. Очень интересно было распределение по клеточной принадлежности. Большинство микрочастиц имели тромбоцитарное происхождение. Это наблюдалось и у пациентов, и у лиц контрольной группы, но у пациентов с COVID-19 значимо выше был уровень микрочастиц, имеющих тромбоцитарное и лейкоцитарное происхождение. Что может свидетельствовать и свидетельствует об активации этих клеток, соответственно, о возможности участия этих клеток в тромбообразовании, формировании между этими клетками агрегатов, и могут формироваться агрегаты не только тромбоцитарно-тромбоцитарные, но и тромбоцитарно-ликоцитарные. Общее количество экзосом коррелировало с относительным количеством нейтрофилов. И очень интересное наблюдение мы получили, когда проанализировали группу пациентов с COVID-19 при выписке. Предыдущие результаты относились, скажем так, к исследованиям на входе. То есть это пациенты были проанализированы количество микровизикул, когда они поступали в стационар. Что при выписке? Картина кардинально поменялась. И по уровню тромбоцитарных микровизикул пациенты с COVID-19 при выписке приблизились к контролю к здоровым добровольцам. Аналогичная ситуация с лейкоцитарными микрочастицами, то есть те частицы, которые положительны по поверхностному маркеру CD-45 их количество значительно снизилось к моменту выписки и также приблизилось к такому уровню и даже стало меньше, чем в контроле. Что говорит о том, что при поступлении у них действительно была активация системы свертывания крови и адекватная терапия, в том числе противотромботическая, она достигла своего результата и на момент выписки такой маркер активации системы гемостаза и возможных тромбоэмболических осложнений, как количество микрочастиц у пациентов снизился. Наше предварительное заключение, что значительное увеличение количества микрочастиц тромбоцитарного и ликоцитарного происхождения свидетельствует об активации системы свертывания крови и может быть предиктором неблагоприятных тромботических событий. Корреляция количества микровизикул экзосом с относительным количеством нитрофилов подтверждает взаимосвязь между воспалением и активацией системы гемостаза. Наше исследование еще раз показало, что значительное увеличение уровня додимера следует ожидать у пациентов с COVID-19 находящихся в тяжелом состоянии. Количество внеклеточных микрочастиц у больных COVID-19 может быть использовано как маркер активации гемостаза повышенного риска тромбоцитических осложнений на фоне инфекционного заболевания, даже если таковая активация отсутствует согласно таким показателям, как, например, додимер. Но, конечно, требуются дальнейшие исследования и дальнейшие наблюдения, расширения группы и продолжения наблюдений за этими пациентами и в научных лабораториях анализ различных маркеров для понимания патогенеза заболевания, для понимания развития осложнений и для поиска возможных точек приложения и мишеней для адекватной профилактики терапии осложнений. Конечно, лабораторные практики для коронавирусных пациентов задействованы разные методы и не только те скрининговые, о которых мы говорили и результаты измерений, которых показывали, но это и интегральные лабораторные тесты, уже давно существующие такие, как тромбоэластография. Была предпринята попытка очень интересное исследование по использованию теста тромбодинамики при наблюдении за этими пациентами и в оценке эффективности влияния антитромботической, антикоагулянтной терапии на процессы и продолжается анализ результатов этого проведенного исследования. Но как бы мы, какую бы мы информацию не получали от лабораторных тестов, сравнивая ее с клиникой, с клиническими проявлениями или из научно-исследовательских лабораторий, что очень важно, мы знаем результат клинического наблюдения за этими пациентами. Риск генозных тромбоэмболических осложнений нарастает у пациентов при нарастании тяжести и не только риск, а реализация и риск реализации генозных тромбоэмболических осложнений и иных тромботических событий нарастает у пациентов с нарастанием тяжести заболевания. Вы видите на этом слайде сравнение негоспитализированных больных, больных с тяжелым с острым течением в отделении реанимации интенсивной терапии. Некая промежуточная позиция принадлежит пациентам после выписки из стационара по поводу коронавирусной инфекции. Частота венозных тромбоэмболических осложнений при тяжелом течении достигает 18-20% и значительно превышает ту частоту, которую мы наблюдаем у лиц, находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии без коронавирусной инфекции по поводу обычных соматических заболеваний. Кроме того, в остром течении, в остром периоде болезни также отмечено повышение частоты событий по сравнению с острым течением иных заболеваний, не связанных с коронавирусом. Конечно, мы должны понимать, что год наблюдения – это очень небольшой срок, что это не давало возможности пока, особенно в условиях напряженнейшей работы и необходимости ежедневно и ежечасно принимать какие-то организационные клинические решения, разработать протоколы и реализовать рандомизированные контролируемые исследования. Исследования, которые представляются на сегодняшний день, это исследования наблюдательные, и многие из них низкого качества не в том плане, что они плохие, а в том плане, что они не вполне соответствуют критериям, которые предъявляются для серьезной доказательной базы. Но, тем не менее, факты очень упрямые получаются, и в дальнейшие наблюдения, конечно, я уверена, будут подтверждать эти данные. Однако, после выписки из стационара, после выписки коронавирусного пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, в этом периоде частота венозных тромбоэмболических страниц невысокая. И это заставляет очень серьезно относиться к рекомендациям назначения антикоагулянтной терапии, антикоагулянтной профилактики после выписки из стационара. И надо сказать, что многие профессиональные сообщества, которые являются традиционно формирующими клинические рекомендации, Рассматривая вопрос назначения антикоагулянтной терапии, обязательно рекомендуют больным с тяжелым течением, причем дозы варьируют от профилактических до повышенных, по данным разных сообществ. Обязательно рекомендуют профилактические дозы антикоагулянтных препаратов для больных с острым течением средней тяжести, по сути. И практически не рекомендуют, за исключением Международного общества по тромбозу и гемостазу, АСТ-Эйч, не рекомендуют продление антикоагулянтной терапии на период после выписки. Именно в связи с таким мнением, обоснованным мнением, очень жаркие дискуссии разворачивались и в рабочей группе, которая трудилась над временными клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения для лечения и профилактики лечения коронавирусной инфекции. Мы на сегодняшний день имеем уже десятую версию этих временных методических рекомендаций. Около 150 авторов самых разных направлений высказывали свое мнение, причем не только личное мнение, как экспертов, но и мнение обоснованное. Мнение основанное на данных литературных источников, очень тщательно проработанных по профилактике диагностики, в том числе и теологической диагностики, и лечении новой коронавирусной инфекции. Конечно, значительная доля, значительная часть этих временных рекомендаций была посвящена и той теме, которой мы сегодня с вами занимаемся. Это когулопатия при COVID-19, нарушение свертывающей системы крови. В рекомендациях красной нитью уже через несколько версий проходит мысль о том, что когулопатия при COVID-19 характеризуется активацией свертывания крови, крови, которая проявляется как изменением лабораторных параметров, в первую очередь повышением концентрации додимера и фибриногена, умеренными изменениями клотинговых тестов и количества тромбоцитов, так и клиническими проявлениями ассоциируются с рисками артериальных, венозных тромбозов и также риском летального исхода. Наиболее ярким клиническим значением обладает нарастание уровня додимера в 3-4 раза более возрастной нормы и удлинение протромбинного времени, особенно если это изменение представлено, проявляется при тяжелом течении заболевания и реализуется в виде снижения процента протромбина. Надо помнить, что уровень додимера повышается в старшей возрастной группе после 50 лет и в обычной жизни, по сути это в физиологическом состоянии, хотя после 50 лет, конечно, идет накопление каких-то заболеваний, хронических болезней, которые приводят к этому повышению. И уже в рекомендациях 2019 года по диагностике и лечению тромбоэмболии легочной артерии в европейских рекомендациях была представлена эта позиция по повышению возрастным референтным интервалом уровня додимера и представлена расчетная формула. Правда, она валидирована пока только для измерения в фибриногеновых единицах и выражается в умножении возраста на 0,01 с единицами измерения микрограмм на миллилитр. Поэтому в возрасте 62 лет будет верхнее значение референтного интервала 0,62, 75 лет 0,75 и так далее. Конечно, и у коронавирусных пациентов, переживающих эту инфекцию. И в обычной жизни мы понимаем, что к исследованию додимера у беременных женщин нужно подходить с осторожностью. Для беременности характерно повышение додимера. И клиническое значение этого повышения у беременных окончательно не определено. Но мы сейчас только-только стали подходить к неким алгоритмам использования додимера в диагностике тромбоэмболических осложнений у женщин, вынашивающих беременность. В рекомендациях в 10-й версии представлен практически неизмененным по сравнению с 9-й версией. Представлена схема лабораторного и инструментального мониторинга по пациентам с диагностированной или коронавирусной инфекцией подозрением на ковид в зависимости от температуры тела и наличия дыхательной недостаточности. И также представлены позиции, они несколько изменились в 10-й версии в отношении того, когда и с какой кратностью нужно измерять лабораторные параметры, в том числе уровень додимера. По сути, додимер мы должны измерять при поступлении в стационар. Хотя некоторые рекомендации зарубежные советуют делать это и при амбулаторном наблюдении, и рассматривают повышение додимера в более чем двукратное повышение додимера как самостоятельное показание для госпитализации пациентов даже в отсутствии тяжелого течения коронавирусной инфекции. Кауглопатия при ковид-19 на финальном этапе может принимать облик и все черты синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. И это состояние, синдром ДВС, встречается у значительного числа, видите, порядка 70% умерших пациентов и значительно реже, несопоставимо реже у пациентов, выживших. Для дополнительной, как дополнительная мера диагностики сохраняется рекомендация использовать критерии Международного общества по тромбозам и гемостазу, с которыми мы работаем уже 20 лет, с 2001 года в диагностике синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Количество тромбоцитов, наличие и повышение продуктов деградации фибриногенной и фибринной, в частности, додимера, изменение протромбинового времени и изменение фибриногенной. Но вы видите, что все эти параметры характеризуют коголопатию потребления, снижение количества тромбоцитов, снижение уровня фибриногенной, удлинение протромбинового времени и существенное повышение продуктов деградации фибрина за счет активации собственной фибринолитической инфекции, собственной фибринолитической системы. Конечно, мерой по лечению и профилактике тромбоэмболических осложнений служит назначение антикоагулянтной терапии. И рекомендации российские советуют назначать низкомолекулярный гепарин как минимум в профилактических дозах всем госпитализированным пациентам. Казалось бы, это просто и понятно, но я могу вам сказать, что не во всех странах именно такая рекомендация обозначена и реализуется. В частности, в Испании назначение антикоагулянтов происходит только при повышении уровня додимера, больше трех микрограммов на миллилитр, то есть есть некая количественная точка отсечения. И мне думается, ну это мое умозаключение и личное мнение, я высказываю, что именно такая тактика активной антикоагулянтной терапии позволила России иметь картину менее тяжелую по течению уже развившейся коронавирусной инфекции, чем в других странах с меньшим количеством летальных исходов. Я не буду долго останавливаться на этой таблице, потому что это чистый принт-скрин из рекомендаций в 10-й версии. Вы можете сами это посмотреть. Обозначу только следующие позиции. В приложении 7-м описаны профилактические и промежуточные и лечебные дозы, назначающиеся пациентам. Прописаны группы препаратов. И, конечно, в первую очередь это препараты гепарина, как нефракционированный гепарин, так и низкомолекулярные гепарины, а также препарат, обладающий точечно изолированной анти-10А активностью фондопоринукс натрия. Но эта анти-10А активность, она поддерживается обязательно антитромбином. Он не является фондопоринукс натрия, так же, как и гепарин, не является прямым антикоагулянтом. Хотя много лет мы эту группу называли прямыми антикоагулянтами. Действует опосредованно через активацию работы антитромбина. Поэтому антитромбин обязательно должен присутствовать в достаточном количестве для того, чтобы гепарин проявил свои действия. Но на наше счастье, хоть здесь нас коронавирус пощадил, и существенного снижения уровня антитромбина в отсутствии кауглопатии потребления, существенного снижения антитромбина мы не наблюдаем. Стали применять активно и прямые ингибиторы факторов свертывания параоральные антикоагулянты. С большим количеством дискуссий, с большим количеством допущений. Конечно, пациент, который уже получает антикоагулянтную терапию по какому-то другому поводу, поступает в стационар в связи с развившейся коронавирусной инфекцией, должен сохранять эту антикоагулянтную терапию, если состояние его таково, что он может принимать пищу и может принимать параоральные препараты. Конечно, это крайне тяжелый больной с очень высокой степенью дыхательной недостаточностью, которого переводят на искусственную вентиляцию легких, но это только параоральные препараты. А так, принимал таблетки ривороксабана, апексабана, добегатрана, и даже варфарин, если он принимал, то он продолжает принимать в том режиме, в котором он принимает. Конечно, варфарин должен мониторироваться самым тщательным образом, потому что пациенты могут иметь кишечные осложнения, могут иметь проявление в виде диареи, у них снижен аппетит, у них нарушено поступление витамин К, содержащих продуктов с пищей, нарушается кишечная флора, особенно если присоединяется антибактериальная антибиотикотерапия, и это все обязательно нужно учитывать. Но в этом случае, может быть, рассмотреть вопрос о переходе на парантеральные препараты. Но принципиальная позиция получал, были показания, поставлены показания, и пациент получает. Если человек не получал эту антикоагулянтную терапию, то ему назначаются низкомолекулярные гепарины в стационаре. Если развилось тромбоэмболическое осложнение, то есть вся профилактика идет, пока еще нет тромбоэмболических осложнений, тромботических эпизодов. Но если тромбоэмболическое развилось осложнение, то по сути его лечат так, как лечат тромбоэмболические осложнения вне коронавирусной инфекции. Что с лабораторным мониторингом антикоагулянтной терапии? В рекомендациях обозначена позиция, которая вводит анти-10А активность как возможность мониторирования не только привычного для нас мониторирования низкомолекулярных гепаринов, или относительно привычного. Мы не столь широко используем этот лабораторный показатель, но все-таки он появился в значительном количестве лабораторий. Но и для нефракционированного гепарина. Чем это объясняется, чем было, собственно, обосновано? Дело в том, что при коронавирусной инфекции может иметь место удлинение АЧТВ, по которому мы традиционно мониторируем нефракционированный гепарин, и подбираем дозу этого препарата в случае инфузионного введения. АЧТВ, конечно, привлекательный. Он доступен в любой лаборатории. Он недорого стоит. У него есть, конечно, чувствительность к дефициту факторов свертывания, в том числе волчаночному антикоагулянту. Но, тем не менее, такие реагенты, которые являются, в кавычках, средневзвешенными, то есть они чувствуют и дефицит факторов, и гепарин, и волчаночный антикоагулянт, на скрининге используются, могут быть использованы. Но смотрите, что происходит при коронавирусной инфекции. Мы очень нередко видим, обратили на это внимание, появление антифосфолипидных антител и все те изменения лабораторных параметров, которые присущи антифосфолипидным антителам, в том числе волчаночному антикоагулянту. И АЧТВ может удлиняться у коронавирусных больных. Как же тогда мониторировать гепарин по АЧТВ, если этот параметр удлиняется, и мы не знаем, за счет чего происходит это удлинение. Этот вопрос навел, или ответ на этот вопрос, собственно, навел на мысль, что можно измерить антидесятиактивность. Можно измерить? Да, можно. С некоторыми, с преимуществами, с меньшей подверженность биологической вариации, не нужно определять базовую активность до назначения нефракционированного гепарина, меньший отклик на другие изменения в системе гемоостаза. Но все-таки, рассуждая на эту тему, я бы сказала, что антидесятиактивность для нефракционированного гепарина это не столь доступный тест. И он не валидирован для использования при системном воспалении. Как известно, гепарин имеет такое свойство связываться с белками острой фазы. И тут могут быть отклонения не очень пока предсказуемые и понятные для нас. Далеко не во всех лабораториях выполняется. Нужны реагенты, калибровочные, точнее, калибровочные контрольные растворы, отличные от антидесятиактивности для низкомолекулярных гепарина. Все это недешево стоит. А вот что касается ЧТВ, несмотря на то, что удлинение его может наблюдаться, но все-таки это удлинение не столь велико, как то удлинение рукотворное, которое мы формируем, назначая нефракционированный гепарин, когда увеличиваем 1,5-2,5 раза по сравнению с нормальной плазмой. Вот этот параметр ЧТВ. Поэтому антидесятиактивность обозначили, такие горизонты открыли, но в рутине у нас все-таки АЧТВ, конечно, остается для мониторинга. Но ведь наше рассуждение и даже рекомендация, это одно реальная практика, это другое. Я хочу представить вам данные, полученные благодаря активности наших сосудистых хирургов, которые провели опрос с 223 коллег. И среди прочих вопросов, касавшихся назначения антикоагулянтной терапии, были и вопросы по лабораторному мониторингу. Давайте посмотрим, что получилось в этом опросе. Данные готовятся к печати, и в ближайшее время они будут опубликованы в журнале «Тромбоз, гемостаз, реология». Вы сможете с этим всем пулом сведений познакомиться. Представляю часть из них. Итак, сначала диаграмма круговая. Вы видите в ответ на вопрос, какими лабораторными параметрами вы в принципе используете, какие лабораторные параметры для наблюдения, для контроля, точнее был вопрос задавался для контроля антикоагулянтной терапии. Но по сути мы и дальше увидим это и на столбчатых вот этих или столбиковых, как правильно, диаграммах, что это были ответы на вопрос, как мониторируется состояние, свертывающее систему коронавирусных больных. Все опрашиваем, все респонденты работали в красной зоне. Они работали с этими пациентами. Итак, 85% используют коголограмму и количество тромбоцитов. Что понимается под коголограммой? Это вопрос, требующий расшифровки. Мы и в наших клинических рекомендациях, порядках оказания помощи при разных нозологических состояниях тоже по-разному иногда трактуем, а что же такое коголограмма. Но тем не менее, какую-то совокупность параметров гемостаза, обычно это ЧТВ, протромбиновое время, фибриногены, где-то тромбиновое время, может быть, и количество тромбоцитов. И это очень хорошо, и это очень правильно. Часть респондентов имеют возможность и используют тромбоэластографию. Для острых ситуаций это очень хорошо, это интегральный тест, это правильный выбор, если есть такая возможность и если есть опыт использования этого теста, чтобы его прочитать. А вот 8,8% эти ответы этих коллег настораживают, потому что они сказали, что такие диагностические лабораторные возможности отсутствуют. Я думаю, что здесь либо не совсем правильный вопрос, либо какая-то не координация действий между лабораторной службой и клиническим подразделением. Очень трудно себе представить, это очень малое количество количество медицинских организаций, тем более работающих с ковидными больными, в которых вообще отсутствуют лабораторные возможности мониторинга. Так что вот 8,8% это доктора, которым нужно, по сути, вернуться к вопросу о взаимодействии с лабораторией. Отвечая на вопрос, чем вы мониторируете применяемые антикоагулянты, нефракционированный генварин, низкомолекулярные гепарин, и прямые ингибиторы факторов свертывания, вот эти параллельные, прямые антикоагулянты ПУАК. Уважаемые респонденты ответили на вопрос не мониторирования антикоагулянтов, а ответили на вопрос использования лабораторных исследований в практике работы с этими пациентами. Потому что перечислены для каждой группы антикоагулянтов все лабораторные параметры, в большей или меньшей степени использующиеся. Но надо сказать, что в среднем где-то это порядка 30% пользователей для каждого лабораторного параметра. Хотя мы видим очень правильный ответ, очень отрадный ответ по нефракционированному гепарину. 84% измеряют ОЧТВ и ориентируются именно на него. Правильный и отрадный ответ по прямым ингибиторам факторов свертывания контроль не требуется, хотя процент, доля ответивших таким образом небольшая, 40%. В каких-то учреждениях есть доступ к анти-10А активности, измеренной, видимо, на фоне приема ревароксабана или апексабана. Это 10% в этой третьей группе тестов. Видите, вот эти 10% и 40% это 50% правильного ответа. Потому что все остальное для прямых ингибиторов это не важно для мониторинга антикоагулянтов. Это важно для оценки состояния состояния пациентов. Лабораторное тестирование недоступно. В этой группе я бы отнесла 8% отсюда. Контроль не требуется, увеличив тем самым долю правильных ответов. Недоступно, оно, считай, и не нужно. А вот недоступно по нефракционируемому гепарину это, конечно, настораживающая цифра, хотя это было всего 4 человека. Итак, тромботические осложнения при коронавирусной инфекции включают как венозные тромбозы, так и артериальные события и микрособытия в микровоскулярном русле. Потенциальным механизмом является повреждение эндотелия, гиперкоагуляционные нарушения, формирующиеся на разных молекулярных основах. Ольга Васильевна очень хорошо представила вот этот процесс микровизикуляции как механизм тромбообразования, активации свертывания, и, конечно, на фоне воспаления. Фоновый риск тромбозов, если таковой существует, ухудшает течение коронавирусной инфекции. И именно фоновый риск тромбозов, предсуществующие факторы риска тромбообразования, заставляют рассматривать назначение антикоагулянтов и в период после выписки. Но обязательно при уверенности в том, что риск кровотечений невысокий. При низком риске кровотечений, высоком риске тромбозов, это в рекомендациях прописано, может быть рассмотрен вариант назначения пароральных антикоагулянтов после выписки из стационара. Но не всем пациентам подряд, как сейчас это делается, к сожалению, очень часто. Тяжелое течение коронавирусной инфекции существенно увеличивает риск тромбозов по сравнению с другой патологией. А вот после выписки, я повторяю это еще раз, представляется низким. Все госпитализированные больные должны получать антикоагулянтную терапию с соответствующим, хочу добавить здесь, лабораторным мониторингом при необходимости. А вот оптимальная интенсивность этой антикоагулянтной терапии, она продолжает изучаться. Но мы с вами во всем нашем сегодняшнем разговоре не затронули еще один аспект. Это состояние фибринолитической системы. Вот образовалась ли стромба, возьмем нековидного больного, вот идет тромбообразование, ведь с самого начала активации свертывания и фибринообразования, образование тромботических масс, масс запускается по принципу обратной связи за счет активации фактора 12-го свертывания крови. Запускается механизм фибринолиза для того, чтобы освободить сосудистое русло, растворить тромбы, освободить сосудистое русло для оттока крови. Что у пациентов с коронавирусной инфекцией? Эта фибринолитическая активность снижена. И при высокой тромботической активности фибринолиз не справляется, не успевает, не может восстановить кровоток ни в крупных сосудах, ни в зоне микроциркуляции. Поэтому вполне логичной является мысль о том, что, возможно, полезным будет применение тромболитической терапии. Причем не только у пациентов, у которых состоялся тромбоз, и мы визуализировали этот тромбоз, но и у пациентов с тяжелым поражением микрососудистого русла, в частности в малом круге кровообращения, для того, чтобы освободить их от этого фибринового плена. И такая мысль пришла в голову и нашим коллегам смелым, решительным и очень болеющим за дело, работающим в Кирижской межклинической больнице Ленинградской области под руководством главного врача Серафимова Сергея Ильича и реаниматолога Лев Яковлевича Рудаева и заведующей лаборатории Светланы Михайловны Синицыной. Я очень признательна им за эту работу. Итак, что же фибринолиз? Вот это снижение фибринолитической активности, оно изучено, оно опубликовано. Вы видите, что предположение о том, что источником додимера является внутриальвиарное отложение фибрина, оно подтверждается. И активность плазминовой, хотя обладает и сам вирус, но она поначалу повышается при легкой и средней тяжелой степени тяжести, а вот в дальнейшем развивается при тяжелом течении так называемый плазминовый парадокс, возможно, связанный и с механизмом потребления, но идет гиперпродукция ПАИ, идет супрессия тканевого активатора плазминогена, и дисбаланс этот совершенно отчетливо связан с ухудшением респираторного статуса. Таким образом, нужна срочная помощь фибринолитической системе, но мы понимаем, что любой тромболизис, вот такой рукотворный, фармакологический, он очень опасен по развитию геморрагических осложнений. Целью того исследования, которое было выполнено в Кирижской больнице, было определение эффективности системной тромболизической терапии у пациентов с тяжелыми расстройствами газообмена, ассоциированными с коронавирусной инфекцией. Собственное исследование, это не может представлено быть ни как какое-то рандомизированное, ни как продленное, наблюдательное. Это описание клинических случаев. В исследования включались пациенты, собственно, кому принималось решение проведения тромболитической терапии. Это подтвержденные случаи диагноза коронавирусной инфекции, клиническая, рентгенологическая, обязательно и по данным компьютерной томографии, и лабораторное подтверждение методом амплификации нуклеиновых кислот. Это тяжелые нарушения газообмена, которые требовали проведения искусственной вентиляции легких, или имелась высокая вероятность ее применения в ближайшие 24 часа. То есть вот перед вентиляцией. Что делать? Давайте мы попробуем все-таки освободить легкие от фибрины. Значительно больше было критериев исключения. По сути, они перекликались с противопоказанием для проведения системной тромболитической терапии. Примененная тактика. Использовали препарат Энактеплазу, рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, так как это делается для острых коронарных событий. И антикоагулянтная терапия сопровождала это введение в виде эноксопарина в лечебной дозе у некоторых пациентов. У некоторых пациентов это было внутривенное введение, инфузионное введение нефракционированного кепарина. Всего представлено 8 пациентов. 8 пациентов. И видите, что в 6 случаях это действие, эта терапия была успешной. Двое больных погибли. Были и мужчины, и женщины разной возрастной группы. Вы видите, от 35 до 77 лет. Достаточно большой разброс по возрасту. Они поступали в разные сроки от начала заболевания, но не менее 4 дней прошло до поступления в стационар. При поступлении некоторые сразу уже были определены как лица, нуждающиеся в проведении вот такой тромбоэлитической терапии. Некоторые наблюдались 2-3-4 дня. Длительность пребывания в стационаре составила от небольшого срока, всего 8 суток, быстрая выписка после тромбоэлитической терапии до 3 недель в среднем. Низкомолекулярный или нефракционированный гепарин, я повторяю, был использован. Некоторые из них были на искусственной вентиляции легких, трое больных не вентилировались, некоторые больные достаточно длительно, видите, до 18 суток. Что по динамике наблюдения после показателей после проведения тромбоэлитической терапии? Существенное улучшение оксигенации, абсолютно закономерное повышение уровня Д-димера в первые сутки, в течение первых суток после проведения тромбоэлитической терапии, растворили тромбы, разбили на кусочки. Снижение, хотя очень медленное и не очень демонстративное у всех пациентов, но у некоторых пациентов яркое уже на седьмой день, видите, после лечения С-реактивного белка. Конечно, проводилась вся остальная терапия, как положено, это не было какое-то, знаете, плацебо-контролируемое исследование. Снижение количества баллов по шкале СОФа у тех пациентов, которые показали благоприятный исход и неснижение у тех пациентов, которые погибли. И надо сказать, что этот опыт был не первым представленным в литературе. Такие публикации есть. Все они основаны, вы видите, на небольшом количестве пациентов. И в основном это ситуации, где имело место уже подтвержденное тромбоэмболическое событие. с... Иногда это были пациенты с поражением, вот здесь один пациент с кожными проявлениями, с тяжелым кожным поражением, пациент, находящийся в шоковом состоянии, с прогрессирующим ухудшением. То есть не все больные были с венозными тромбоэмболическими осложнениями, так же, как и наши пациенты, пациенты вот этой клинической группы. Им тромбоэмболитическая терапия в виде альтеплазы везде назначалась по показаниям по коронавирусной инфекции, по вот этому микро... для купирования микротромбообразования. В дополнительном исследовании вы видите малое, конечно, три случая внутривенного назначения альтеплазы COVID-19, ОРДС, дыхательная недостаточность. Первоначальное улучшение соотношения и вплоть до хороших очень данных. Длительно или временно в нашей когорте тоже был один пациент, который потребовал повторного тромболизиса, но, к сожалению, это было неуспешное лечение. Необходимы все делают заключение о том, что необходимо дальнейшее наблюдение и дальнейшие исследования для оценки эффективности такой терапии. Наши собственные выводы это эффективность использования тромбоэтической терапии в комплексном лечении тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Эта терапия соответствует патогенетическим нашим знаниям и пониманиям, позволяет уменьшить выраженность клинических нарушений, восстановить газообмен, улучшить первичные и вторичные исходы. Но количество вопросов остается очень большим. А какой препарат выбрать, а какой режим введения, а какие дозы, кратность введения и так далее? Конечно, требуются клинические исследования для ответа на данный вопрос. В целом, завершая сегодняшнюю встречу, можно сказать следующее. Коронавирусная инфекция заболевания COVID-19 сопровождается серьезными нарушениями свертывания крови, которые реализуются тромботическими эпизодами в разных отделах сосудистого русла. Лабораторные методы должны применяться для комплексной оценки различных звеньев патогенеза, связанных с активацией гемостаза. И в этом отношении мы должны активно транслировать научные достижения в практику, тем более, что опыт сжатого по срокам использования и реализации трансляционной медицины коронавирусная инфекция продемонстрировала во всем полный рост. Своевременная и активная антикоагулянтная тактика позволяет предотвратить тромботические осложнения, но неизменной остается золотое правило антикоагулянтной терапии соотношение пользы риск для каждого конкретного пациента. На этом мы завершаем вот нашу часть повествовательную. Благодарим вас за внимание. Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент Новый формат новые возможности. Изосорбидодинитрат периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные сосуды. Внутривенное введение изосорбидодинитрата снижает нагрузку на сердце, способствует регрессии симптомов при отеке легких, уменьшает зону повреждения миокарда. В отличие от нитроглицерина растворы изосорбидодинитрата устойчивы к воздействию света, не требуют экранирования светонепроницаемыми материалами, совместимы с основными инфузионными растворами. Выраженное снижение артериального давления при лечении изосорбидодинитратом наблюдается менее чем в одном на 10 тысяч случаев применения. В Российской Федерации изосорбидодинитрат для внутривенного введения представлен торговыми марками Денисорб, Изокардин и Закет. Изосорбидодинитрат для внутривенного введения средства первого выбора при острой левожелудочковой недостаточности инфаркте миокарда нестабильной стенокардии. Димексид-гель современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием теперь в новой упаковке. Димексид-гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид-гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов, усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств гепарина и венотоников. Малотоксичен, не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт, является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид-гель – быстрая помощь при боли и воспалении.